Наверное, каждый из нас рано или поздно сталкивался с такой проблемой, как мошки. И я уверена, что эти надоедливые насекомые появлялись не только у тех, кто выращивает рассаду, но и даже у тех, у кого есть просто комнатные цветы. Но так как не все знают, от чего они появляются и как от них избавиться, то предлагаю обсудить наиболее частые причины их появления – профилактические мероприятия. И самое главное – это что нам делать в такой ситуации, чтобы помочь растениям. И начну я с самой распространенной причины появления этих мошек – это банально перелив почвы. Особенно это часто происходит зимой, так как в холодное время окна у нас закрыты, и циркуляции воздуха нет, как летом. А если растений много, то это только усугубляет ситуацию. Причем замечу, что бывает и так, что мошки изначально бывают в покупном грунте, и увидеть их можно лишь только тогда, когда они уже заметно размножатся. А делают они это очень быстро и распространяются от одного растения к другому. Взрослые мошки практически не причиняют растениям никакого вреда, а вот их личинки портят корневую систему. Поэтому выводить их нужно сразу же, как только заметили, не откладывая в долгий ящик, так как делать мероприятие придется комплексно и, возможно, даже неоднократно. Например, если их еще немного, то можно попробовать народные средства. И для того, чтобы избавиться от личинок, нужно сначала подсушить почву, а затем, немного разрыхлив верхний слой, опрыскать ее раствором хозяйственного мыла. Но я сделала еще проще. Купила зеленое мыло и обработала им и почву, и абсолютно все растения. Причем листья опрыскивала с двух сторон. Зеленое мыло – это не моющее средство, а контактный инсектицид, который сделан на основе растительных масел и солей жирных кислот. Поэтому оно совершенно безвредно как для людей, так и для животных. После обработки мыло высыхает, и на листьях, и на почве образуется такая тоненькая пленка, под которой насекомые и погибают. Только эта защита недолговременна, и поэтому нужно обработку повторять повторно, до трех раз с интервалом раз в неделю. При этом оно совершенно без запаха, не токсично. И так как это готовый раствор, то ничего не нужно разводить и растворять, соблюдать там правильные пропорции. И что очень удобно, то что оно уже идет во флаконе с распылителем. Также можно полить почву и опрыскать растение очень слабеньким раствором марганцовки. Он должен быть настолько слабым, что в ладони слегка оказаться розовым, почти бесцветным. А еще можно воспользоваться природными фунгицидами и, например, разложить на поверхности почвы апельсиновые корки, или же присыпать почву тоненьким слоем золы, буквально ее припудрить. Это будет и эффективный инсектицид, и еще и удобрение в одном флаконе. А для маленькой рассады это еще и профилактика заражения черной ножкой. Ну а так как резкий запах всегда отпугивает насекомых, то можно в грунт слегка прикопать разрезанные зубчики чеснока. Или же края горшков намазать бальзамом звездочка. Помните, какой у нее яркий эвкалиптовый запах? А можно сделать еще проще. Между растениями расставить диффузеры с ярким цитрусовым запахом. Ведь цитрусовый аромат – это самый главный враг цветочной мошки. Еще из народных средств можно применить серу, для чего взять обыкновенные спички, воткнуть их в грунт головками вниз, немного полить водой и менять их хотя бы через день. Ну а для того, чтобы выловить взрослых особей, можно развесить вокруг растений липучку от мух, воспользоваться фумигатором, или можно взять спираль от комаров. Но эффективней будет клеевая ловушка. В ее клеевом составе тоже нет никаких ядов или же токсичных веществ, поэтому она абсолютно безопасна и для человека, и для домашних животных. А смысл ее действия прост. Это ловушка, которая своим желтым цветом привлекает насекомых, и они приклеиваются на нее намертво. Я разрезала один большой лист на 4 части, приклеила их на мычки для рассады, и вставила получившиеся флажки в горшки с растениями. А посередине полки, где у меня стоят все растения, еще и подвесила такую же пластинку по центру. Но если же ситуация с мошками уже достаточно запущенная, то с помощью вот таких вот народных средств ее уже не исправить. И поэтому нужно уже применять химические инсектициды. Но для начала нужно пересадить растение в новый грунт, или же хотя бы снять 2-3 см верхнего слоя и сверху насыпать свежего. Из жидких растворов можно взять октару и пролить ею по краю горшка. А из аэрозолей очень хорошо помогает тот же дихлофос. Опрыскивать им лучше в самой ванной, закрыть там дверь, обработать растения, а затем после проветрить комнату. К счастью, сегодня есть дихлофосы без запаха, которые не менее эффективны, но зато меньше вредны. Но все равно любой дихлофос он опасен. А из порошков хорошо помогает препарат Гром-2. Он не просто от насекомых, а именно от почвенных комнатных мушек. Его микрогранулы нужно равномерно рассыпать по поверхности вокруг растения, а затем заделать их на глубину сантиметра два. В дальнейшем же с целью профилактики нужно регулярно рыхлить почву и стараться при поливе не заливать растения. Для этого, конечно же, нужен обязательно хороший дренаж, так как именно он отводит лишнюю воду из горшка и дает корням возможность дышать. А некоторые растения, в том числе и уже подросшую, укоренившуюся рассаду, лучше поливать снизу, через поддон. Тогда растения будут сами брать столько воды, сколько им нужно, и при этом поверхность почвы будет оставаться сухой. Спасибо за просмотры! Ставьте палец вверх, пишите комментарии, рассказывайте в них, как вы справляетесь с этой напастью. И обязательно подписывайтесь на мои каналы, чтобы нам быть всегда на связи. Спасибо за просмотр!